Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Пять вещей, которые делают людей несчастными. Мне кажется, что счастье это не врождённое состояние человека. Счастье достигается опытом, привычками и осознанием на протяжении всей жизни. Как бы это парадоксально ни звучало, не внешние обстоятельства делают нас счастливыми или несчастными, а только мы сами, и наше отношение к обстоятельствам. Несчастливыми и неудачливыми же людей делают не внешние факторы, а их собственное отношение, привычки и качества. Первое. Постоянные жалобы. Некоторые люди обладают хронической склонностью жаловаться. В их жизни постоянно что-то не так, их дела важнее дел других людей. Они исключительно зациклены на своём негативе. У каждого человека есть множество причин для жалоб, но причин быть благодарным больше. Жалобы показывают неблагодарность человека Всевышнему и способны навлечь на него большие беды. Жалобы абсолютно бесполезны с точки зрения практики. Они не решают проблемы, а лишь угнетают ситуацию. Люди отдаляются от постоянно негативно настроенного человека. Второе. Отсутствие хобби. Работа. Уборка по дому. Просмотры телевизора не являются хобби. Хобби – это деятельность, которой вы увлечены. Это навыки, которые могут принести вам деньги, если вы хорошо преуспеете в этом деле. У счастливых людей всегда есть хобби, в которых они выражают себя и демонстрируют свои навыки и умения, и за счёт этого чувствуют себя нужным и полезным. К тому же, любимые занятия способны заполнять время, которое вы посвящаете самому себе, а не ненужным мыслям. Третье. Плохо говорить о других. То, как складывается жизнь человека во многом, зависит от того, как он говорит о других людях. Какой может быть жизнь человека, который распространяет сплетни и говорит плохо о других? Тот, кто постоянно судит и осуждает других, несчастен. Если вы замечаете за собой такую привычку, то учитесь придерживать свой язык. Вы – не Всевышний, и судить не ваша прерогатива. Возможно, когда вы осуждаете кого-то, вам кажется, что вы лучше этого человека. Но на самом деле, вы принижаете себя перед Всевышним. Четвёртое. Держать обиды. Не прощать обиды долгое время, подобно тому, как носить чемодан с камнями, всё время с собой. Ваша жизнь была бы намного легче и спокойнее без этого ненужного груза. Сделайте себе одолжение. Простите обидчика. Это не значит, что вы себя унизите. Вы станете выше в глазах себя и окружающих. Ведь умение прощать – это умение быть мудрым. Поверьте, жизнь многих людей была бы совершенно другой, если бы они не хранили старые обиды. Пятое. Негативные мысли. Отрицательные мысли проникают в сознание и остаются там надолго. Они контролируют наши эмоции и состояния. Когда у вас появляются подобные мысли, думайте о чём-либо другом. Вы сами выбираете свои мысли. И чем больше вы будете зацикливаться на плохом, тем вероятнее оно случится. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Мир вам и вашему дому. Мир вам и вашему дому.